Всем привет! Сегодня у нас с вами дачный контент. Немножко пробежимся по даче, посмотрим, что там, к чему, там, баштан немножко посмотрим в этом году какой. Не очень, конечно, но мне в этом году все не очень почему-то, не знаю. Все, ребят, давайте, приятного просмотра. Так, девчонки и мальчишки, ну что, вот здесь арбузики растут, кавунчики. Вот видите, до перца здесь такая маленькая территория, у меня получилось место, и я их сюда так посадила. Немного тут, правда. Из этой всей территории, видите, там пустоцвет, вот арбузик раз, это вообще неудавшийся какой-то, два, я не думаю, чтобы с него что-то было. И вот, а ну там еще есть, да, чуть-чуть, вот я этот вообще не видела. Смотрите, ребят, это один сорт, это АУ-продюсер такой сорт, этот какой-то придолговатый, ну, она просто получился такой. Это мне зрительница написала, в том году я показывала свой баштан, как он вообще мне не порадовал. Тогда я высаживала огонек, такие сорта арбузиков, они меня вообще не порадовали, но он вроде как был красный. Вот этот АУ-продюсер, ребят, вчера, я уже вам не засняла, поскольку то собирался дождь, так в итоге ничего и не было. Больше даже, чем вот этот, сейчас покажу, ну, вот еще есть маленький завязь, ну, как, до 10 штук, если будет, ребят, мало, мало, очень мало. Вот завязываются, ну, уже шагу с месяц, я не знаю, они успеют вызреть, наверное, нет. Вот этот вчера сорвали, вот такой, может, чуть больше, ребят. Вот, и весы у меня тут, ну, некогда было мне его снимать, и он треснул, и мы его из-за этого сорвали. И что хочу сказать, а, вот еще, ребят, не заметила. Так, по этому сорту, ребят, он, не знаю, у кого как, он у меня розовый, этот арбузик, но сладкий, девчонки. Я даже покупала в этом году в магазине, красный, но он вообще был не сладкий. И этот такой сочный, ароматный, но розовый, не красный, и сладкий. Еще смотрела в ТикТоке так, как выбирают, девчонки, арбуз. Получается, вот этот хвостик, который идет, не чтобы этот хвостик, ну, как арбуз проверить, когда спелый. Не этот хвостик, мы думаем, чтобы был желтый, а вот когда от хвостика идет вот этот усик, видите, и он, если сухой, вот, видите, значит, он спелый, этот арбуз. Ну, вот именно на этом и хотим проверить сегодня, он целенький, не треснувший, ничего. Решили его разрезать, как раз посмотрим, ребят, и вам покажу. Не знаю, будет он спелый или нет, ну, в ТикТоке так увидела, как на полях собирают арбузы. Вы пишите, это правда или нет. И весы у меня здесь, и взвесим его. Вообще, сорт неплохой, ну, как-то так, ребят. Сейчас покажу там, где у меня дыньки. Немного, ну, если я на следующий год не буду ни капусту высаживать, ни перец, то, вот, представьте, это вдвойне больше. Буду баштаном все засаживать. А пусть будет. Нет-нет, посмотрите, и лучше кавунчики свои собирать. В этом году у нас килограмм 12 гривен кавунчики. Ну, надо еще потрудиться вкусные, найти, взять. Такие, знаете, все подвявшие, привявшие, мягкусенькие с одной стороны. Я два раза уже брала, и мне не попадалось вкусного кавунчика в этом году. Так что вот так, сейчас пойдем там, где дыни. Дынь вообще немного, девчонки, посадила их вот здесь, получается, где жимолость, видите. Вот в ряд у меня возле забора растет. Вот. И здесь решила эти дыньки посадить. Так, знаете, сколько выскочит, столько и выскочит. Не помню, какой у меня сорт, у меня поосновались вот эти вот. Ну, в том году я особо так, не очень мне понравились дыньки, конечно, у нас. Ну, вот сколько их. Видите, тоже немного, девчонки. Нет-нет, так чуть-чуть. Еще не срывали, то есть, видите, еще зеленые они стоят, эти дыньки. И вот. Ну, такие, конечно же, небольшие. На следующий год буду больше садить баштана, я же говорю. Жимолость моя отходит, ребят. Плохо, но отходит, очень плохо отходит. Написали мне там, спасибо, девчонки, поливать, поливать. Да, по возможности, конечно, поливаю. Как только воду дали, поливаю, поливаю. Но вам снимала почки вот эти, она отращивала. Как только я засняла видео, все, девчонки, она их засушила. Теперь у меня надежда только на вот это вот зелененькое. Спасибо, что кто написал. Некоторые писали грибок, что вот это желтое. Спасибо, все читаю. Для этого я веду канал, чтобы, мало ли, кто-то так, земля круглая, знаете, что-то кто-то и подскажет. Нет-нет, и напишут, девчонки. Вот для этого. Так, смотрите, и тут маленькие еще, зелененькие совсем. Видите, несчастненькие, зелененькие. Ну, такие. Немножко, но есть. Вот здесь себе под забором они растут. Немножко. Надо будет посмотреть, какие сорта там у меня. Вот так. Немножко повырвать. Видите, эти вообще почему-то в рост не пошли. Ну, как-то так, ребят. Такой баштан в этом году. Еще хотела остановиться немножко на бересклете. Извечная тема, да, как говорится. Есть у меня на канале тоже видео. Отдельное видео я бы пыталась черенковать в стаканчике с корневином. Не получилось ничего. Зрительница написала мне, зачем вы так все усложняете, пришпилить его к земле. И пойдет, нечего делать. Не страдайте, мол, не мучайтесь. Во-первых, видите, в этом году как пострадал от жары. Только начал давать зеленые, вот, наращивать такие верхушечки. Даже листья вот как пожелтевшие. В этом году вообще шикарный был, в этом году похуже. Ребят, ну, пока я не наблюдаю. Вот эту ветку я, по-моему, пришпиливала, да. Все ветки, которые я пришпиливала, он засушивает. Не знаю, будет что-то или нет. Все хорошо получается у всех. Все как всегда мне пишут. Вот, вот эта ветка. Сейчас фокуса нет. Вот она, ребят. Пришпилила я ее проволочкой. Видите, все листочки отсушил. Так, и вот эти две. Вот они. Да, нет, одна и сейчас сбоку. Смотрите, вот она. Здесь даже вот, видите, проволочка видна. Вот тоже. Он всячески все листья сбросил. Мне вообще не понравилось то, что я ее вот так в земле. Ну, может, это так и надо? Я не знаю. Сейчас. И вот, да, по-моему, вот эту. Да. И, по-моему, вот эту веточку, да, мы с вами. Вот. Но это еще нет, девчонки, пока. Не желтая. Может, что-то и будет. Видите? Это пока нет. Так, начала засушивать, засушивать, а потом нет. Вроде как по отрастать начала. Посмотрим. Возможно, что-то и будет. Видите? Вот тут. Где-то аж вот здесь я под кустом это делала. Вот. Вот она идет где. Возможно, что-то и будет, девчонки. Вообще, видите, мне кажется, может, из-за этого ему так не понравилось. Он прям начал так листья отсушивать. Или это просто ожоги от солнца. Кто понимает, напишите. Ну, в том году такого не было с ним. И вот, видите, нижнюю вообще как засушил. Возможно, от солнца, девчонки. Не знаю. Все-таки хочется мне что-то размножить, его порассаживать. В дальнейшем, не знаю. Возможно, здесь, где буду проектировать клумбу. Еще не знаю, что здесь буду высаживать особо. Может, розочки. Посмотрю, в общем-то, ребят. Не знаю еще. Айстры мы с вами высаживали. Ничего вообще, девчонки. Ничего нет в итоге. Видите? Все солнце прошмалило. Так бы не поливало, все равно. Это больше было 50 градусов на солнце, девчонки. Смотрите, какой красавец желтенький. Также хочу вам показать, как сейчас выглядит далехоз. Вам снимала отдельное видео. Только начинал он заплетать. И сейчас, ребят, смотрите. Вот цветоносики, какие у него уже попускал. Будет свистеть. Я вам засниму, как он будет свистеть. С вами выращивали его семочки. Как не заснять, ребят? Вот такие цветоносики. Видите? Везде. Вот так вот. Вверх. Вот сбоку тоже. Тут слева вот далехоз у меня получился. А справа я и помею высаживала. Разных сортов тоже. Так что и то, и то будет скоро свистеть. Посмотрите. Вот так я планировала, чтобы арка была. Смотрите, вот так. Чтобы здесь, я не знаю, в будущем будет арка или нет. Какая-то беседка. А здесь, как бы, чтобы от дороги здесь дорога не было так особо. Знаете, все на виду. Вот так получилась стенка. И так хотела, чтобы была зеленая такая стенка. Своего рода летняя. Вот так получилось. Видите как? Вот такая вот красота. Вот она вот так вот. Видите, как немножко дугой. Но она здесь. Тут четыре яруса, по-моему. Вот так вот. Проект такой самодельный, скажем. Проект дизайн. Вот так. И вот здесь, где мы с вами высаживали на клумбе вот этой. И майор, и помею. Вот это все. Только вот куст майоров, ребят, получился. Ну, а и помея еще только растет. Еще не цветет тоже. Это чисто оранжевый куст, ребят. Чисто оранжевый получился. Представьте. Такие красивые, пышные. Чем-то они, знаете, на гербера, по-моему. Или как так. Вот по пышноте. Вот видите. То обычно он вот такой вот, да. Мы привыкли его видеть. А это он какой-то такой пышный. Даже на айс чем-то похож, ребят. Я не знаю. Я очень много сортов их покупала. И свои тоже высаживала. Я не знаю. Из одного куста прям очень красивые, ребят. Вообще, как не майоры вроде. Очень вообще их много видов. Я от них в восторге. А этот, что купила в этом году Берескет, плохо, ребят, растет здесь. Тут солнце, и там солнце одинаковое. Одинаковые, можно сказать, условия у него, ребят. Не знаю почему. И поливаю его. Так долго принимает. Видите, ни верхушечки не отрастают. Ничего. С беленьким тоже такой красивый. Но он тот с беленьким. Этот на камере с беленьким. Он вообще желтеньким такой. Но он у вас на камере с беленьким почему-то. Но он другого вида. Поверьте мне на слово, как говорится. Тут тоже садила под забором далекоз. В нескольких случаях там пропал. И помея маленькая. Видите, такой малыш и цветет. Вот так. Маленький такой, но цветет. Видите, тоже цветоносик. Ну здесь он совсем маленький. Хотя тоже поливаю его. И на солнышке, и там солнце. Не знаю, от чего это зависит. Видите, под забором. Здесь вот так. Такая картина. Вот у меня тоже на этой клумбе, ребят. Вот этой вот нигера, начиная тоже беленькая, отсвести. Тут свела-отсвела. А сейчас тоже, знаете, немножко так похуже начала себя чувствовать. Хотела вам показать. Так, сейчас покажу, ребят, как вас. Алисию. Я в том году говорила вам, да и снимала его в том году. Какой шикарный был кост. Прям цвел почти все лето, я вам говорила. Шикарная белая шапка. В этом году нет, ребят, плохо. Вот только, я думаю, из-за жары. Прям очень сильно страдал он. Только начал опять отрастать, девчонки. Ну, поливаю его тоже по возможности. Видите, только беленькие цветочки появляются. Я думаю, это еще он нам даст шикарное цветение. Еще посмотрим, ребят. Он до самого октября месяца вообще цветет. Цветочки такие у него маленькие, ребят. Такие нежные. Красота просто. Только начинает тоже. Я думаю, еще полюбуемся ним, ребят. Ребят, возвращаясь к теме арбузики. Вот семочка была. Я не знаю, откуда она взялась здесь. Видите, сам пророс. И вот. И вот так у меня в цветнике тот арбуз. Не стала его убирать. Он уже цветет. Не знаю, будет что или нет. Но вот даже, видите, арбузик маленький. Но мне кажется, он не успеет вызреть. Ну, посмотрим. Не стала его убирать. Думаю, так пусть будет. Так, возвращаемся с вами к арбузикам. Кладем, ребят, нашего клиента. О, ребят, почти 2 кила. Кило 766. Вот так вот. Но тот был больше. То 2,5 килограмма, это минимум. Так, девчонки, ну что. Вот такой вот получился. Сами видите, этот усик нерабочий вариант. Не знаю, вчерашний раскололся, но тот был намного розовее. Этот вообще прям зеленый здесь. И семочки, видите, зеленые. У того не было такого. У того черные были семочки. Не знаю. Этот метод не работает, ребят. Еще полежал. Ну, с одной стороны, хотя уже такой вот этот, там, где лежал, он привявший. Ну, как-то так, ребят. Бывает такое. Другой будет намного лучше. Не знаю. Все, девчонки. Вот такая вот тема сегодня. Немножко дачи. Что, какой урожай в этом году. Всего понемножку. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Все, всем пока. Всем хорошего настроения.